Поздравляю вас, весь стопысячный коллектив, а также ветераны Федерального медико-биологического агентства 75-й годовщины образования. В сфере повышения благополучия и качества жизни людей у вас особое действие. Вы стоите на страже здоровья сотрудников более 700 организаций, предприятий, чья работа связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов. Вы держите на контроле систему защиты как самих работников, так и граждан, живущих рядом с такими объектами. Сопровождаете разработку и внедрение перерывных технологий в самых разных областях. Ведь научные открытия, прорывные решения не только обеспечивают прогресс, но и нередко стоят в себе потенциальные риски для жизни и здоровья. Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и, разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основой деятельности вашего ведомства с первых дней его создания. И сама его история неразрывно связана с ключевыми этапами технологического развития нашей страны. Верника Евгеньевна, если нет, в названии новую книгу, в которой я готовлю на детстве, там все очень подробно и очень интересно, доходчиво и изложено. Действительно, это такая часть истории нашей страны и истории нашего здравоохранения. Потребность в такой структуре возникла практически одновременно с началом реализации в нашей стране стратегического атомного проекта. Тогда в Министерстве здравоохранения СССР появилось новое специальное управление. В его эгидии фактически с нуля стали разрабатываться научно обоснованные нормы и правила радиационной безопасности. Приходилось идти по неизведанному, непродаренному пути, но в невероятно короткие сроки была создана целая система медицинских и научных центров, позволившая тщательно исследовать факторы риска. И самое главное, выстроить и выстроить необходимую защиту. Ресурсы и возможности таких центров были задействованы и в ракетно-космическое общество. Именно в них зарождалась космическая медицина и биология. Конечно же, эта работа была крайне значимой и предельно ответственной, востребованной. Именно тогда закладывались лучшие традиции вашего коллектива, как в высшей степени профессиональной, надежной и сложной. При этом все сотрудники всегда были настроены на новаторство и творческий полис, на обязательное достижение конкретных результатов, которые имели прямое влияние на развитие всей медицинской страны. Эту высокую планку служения, патриотизмы и преданности своему миру достойны держат современные поколения. Среди них врачи, медсестры, эпидемиологи, гигиенисты, инженеры и дозиметристы, ученые-радиобиологи, физики, химики, микро-генетики. Деятельность агентства всегда базировалась на мощной научной базе, на мощной научной платформе. Выдающиеся ученые и организаторы Аветик Игнатьевич Бурназян, Глеб Михайлович Франко, Андрей Владимирович Лебединский, Василий Васильевич Парин, Олег Газинский, Леонид Андреевич Ильин, Рэм Викторович Питков и другие, многие-многие другие, кто отдали научные школы без всякого преувеличения мирового уровня. И сейчас фундаментальные и клинические исследования, идущие в 36 научных центрах агентствах, успешно сопровождают разработки инновационных технологий, приборов, лекарственных преподавателей. Уважаемые друзья, ваши коллеги, создававшие эту уникальную систему, где тесно перекрылись медицины, исследования, наука и управление, работали на острие прогресса. И, выполняя свои специальные задачи, тоже вносили огромный вклад в общее развитие нашей страны. Сегодня вы держатель исключительных знаний и компетенций. Откратно, что они постоянно приумножаются, и агентство уже прочно стоит на позициях одной из движущих сил современных тренеров стяжек. Сегодня, благодаря вашему руководству, познакомился и с работой Федерального центра мозга и нейротехнологии. Было очень интересно и любопытно посмотреть, как здесь сформирован научно-производственный комплекс без всякого преувеличения международного уровня и класса, где создаются инновационные лекарства и продукты. Впечатлила, конечно, и первая в стране гибридная операция, где, как я сам убедился, проводятся операции на головном мозге, при этом пациенты находятся в сознании. Что так воспринимается сложно для неподготовленного человека. И с пациентами можно общаться. Я видел это своими глазами, как пациент общается с врачом, с доктором, чтобы, как объяснили, сохранить зоны ответственной за речь, эмоции. В перспективе для пациентов в клинике будут создавать лекарства на основе собственных клеток. И, собственно говоря, уже эта работа идет, как мы рассказали, с сохранением всех их биологических ходов и индивидуальных особенностей. Это и есть переход к медицине в будущее. Так оно и обстоит дело. Полагаю, что понадобилось бы немало времени, чтобы просто перечислить все направления вашей деятельности. Но особо подчеркну, что вы очень много сделали и делаете для развития отечественного здравоохранения, как я уже говорил, важно сказать. В том числе успешно расширяйте его гризму. Отмечу уплату агентства в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекцией. Вы не допустили вспышек инфекций на атомах электростанций, космодромах, других ключевых для страны промышленных объектов. Оперативно разработали просто технологичные тесты для определения всех линий и штаммов вируса. Вакцины, в том числе, социальные. Агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. И это тоже традиция, которой вы неизменно следуете. Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудной пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас входят в специальные военные операции, мобильные отряды, агентства вновь на передовых пробежах, чтобы спасать жизни летных граждан и наших бойцов, наших героев. Знаю, что полеут условия, благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов агентства. Проводятся операции особой сложности. Уважаемые рекомендации, благодарю вас за верность Дугу, Родине, нашему народу, за надежность, которую вы проявляете ежедневно работая в сплоченном коллективе, ученой команде и добиваете впечатляющих результатов. Желаю вам успехов и всего самого доброго. И, конечно, рад сегодня вручить государственные награды наиболее отключившихся в саду. Конечно, их гораздо больше, чем те, которые сейчас вручили на сцену. Я всех вас поздравляю сегодня. Начинается церемония вручения государственных наград Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Врачебного долга и многолетнюю добросовестную работу Яковлевна Катьяна Владимировна, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства. Аплодисменты. Аплодисменты, Владимир Владимирович, сидят в этом зале. Именно. Именно мы, Владимир Владимирович, внести огромный вклад в развитие ФМБА России. И главное, они являются достоянием не только нашей системы. И я не побоюсь этого сказать, Владимир Владимирович, а достоянием всей российской и даже мировой науки. ФМБА России – это особенная структура. С первых дней ее существования, оказание медицинской помощи здесь шло рука об руку с фундаментальной наукой. И сегодня мы разрабатываем рядовые технологии в своих научных центрах, которые непосредственно находятся в клиниках. И это дает нам возможность, Владимир Владимирович, метод диагностики и лечения, который, казалось бы, мы еще вчера о них только мечтали. А сегодня их не грять в практику. И вы сегодня посмотрели центр, и нам очень, мы очень рады, что он вам понравился. А в этом деле, Владимир Владимирович, мы весь огромный 100-тысячный коллектив ФМБА России. Заверяет нас, что мы всегда будем готовы выполнять самые сложные, самые важные государственные задачи в области безопасности страны и сохранения жизни и здоровья нашего населения. Служу России! И это для нас. Не дай мне Пудина за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Озеров Александр Евгеньевич, врач Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и религации. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы уважаемый Владимир Владимирович, Федеральный медико-биологическое агентство России, коллектив Центра спортивной медицины ФМБА России. Выражаю вам глубокую благодарность за высокую государственную награду и оценку труда. Результаты, достигаемые спортсменами на соревнованиях, давно перестали носить характер индивидуальных достижений отдельно взятого человека. Успешность выступления спортсменов зависит от множества факторов, в том числе и от состояния здоровья, а именно от способности переносить высочайшую нагрузку, что называется прыгать выше головы. В основе каждого такого преодоления, каждой завоеванной медали лежит работа моих коллег, врачей, массажистов, психологов, фармакологов, ученых и других уникальных специалистов ФМБА России. Особые слова благодарности хочу выразить Веронике Игорь Нескварцова, нашему руководителю, и директора Центра спортивной медицины ФМБА России Андрею Владимировичу Жилинскому. Спасибо им за профессионализм, за верну нас. Будем продолжать преданно охранять здоровье отечественных спортсменов, чтобы наша страна могла гордиться их достижениями и нашей работой. Я и мои коллеги сделали все возможное и невозможное, чтобы российские спортсмены, вернувшись на международный уровень, стали сильнее, талантливее и показали невероятные результаты, которых страна достойна по праву. Служу Российской Федерацией. Медалью Луки Прымского награждены Данилова Елена Владимировна, старшая медицинская сестра Государственного научного центра Российской Федерального медицинского биофизического центра имени Кулназяна. Уважаемый Владимир Владимирович! Большое огромное спасибо за признательность и благодарность за нелегкий труд армии медицинских сестер, которые трудятся на благо человека. Служу Российской Федерацией. Суркина Алена Леонидовна, лаборант Центра гигиены и эпидемиологии номер 31. Свердловская область. Расскорежение президента Российской Федерации. За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки. Благодарность президента Российской Федерации объявлена коллективу Федерального медико-биологического агентства. Благодарность руководителя агентства Героники Игоревне-Клацову. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, огромная честь для всего Федерального медико-биологического агентства получать благодарность от вас. Большое спасибо за такое внимание коллективу агентства, нашим ветеранам. Спасибо за оценку нашей работы. Сегодня в зале Государственного Кремлевского дворца собрались почти 6 тысяч представителей основных служб Федерального медико-биологического агентства. Медицинских, санитарно-биологических, научных, производственных. Все мы работаем для решения одной и прочей задачи. Особой миссии агентства по защите людей при применении современных прорывных технологий. Необходимых для развития и процветания нашей страны. Необходимых для укрепления обороноспособности. Но при этом, в то же время, несущих с собой определенные риски и потенциальные опасности для человека. Вся 75-летняя история нашего агентства – это действительно история технологического развития нашей страны и мира. Параллельно с разработкой атомных и ядерных, космических и глубоководных. Электромагнитных, тонких химических технологий. Нашими центрами изучалось их влияние на организм человека, создавались и внедрялись эффективные меры и средства профилактики и ликвидация негативных последствий. Так обеспечивалась защищенность нашей страны от техногенных факторов радиационной, химической и биологической природы. Современный этап отличается особенно высоким динамизмом, не только ускоренным развитием существующих технологий, но и появлением принципиально новых направлений, таких как синтетическая и гибридная биология, генная инженерия, квантовые и цифровые технологии. Это ставит перед агентством новые задачи, формирует новые функциональные кластеры, предназначением которых является обеспечение готовности к отражению и старых, и новых вызовов и угроз. Возможность опережающего развития опирается на основополагающий принцип деятельности агентства, монолитный сплав науки, медицинской практики, опытных и промышленных производств, санитарно-эпидемиологический контроль надзорной службы. Этот принцип был заложен нашими предшественниками и учителями от самого образования и детства и многократно оправдал себя в самых разных сложных для нашей страны ситуациях. Он оправдал себя и в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда за менее чем два года нашими центрами были разработаны и внедрены высокоточные диагностические тест-системы, экспресс-тесты, автоматизированные сенсоры и детекторы, индикаторы биологических рецептур, которые находятся сейчас на вооружении нашей армии, универсальная вакцина против коронавирусной инфекции, высоко специфичные противовирусные и противовоспалительные средства, эффективность которых сохраняется при мутировании вируса, новые дезинфекционные средства, антидоты. Сегодня Федеральное медико-гологическое агентство является крупномасштабной сетью из 2500 объектов здравоохранения и науки, распределенных по всей территории страны в соответствии с географией особых зон и стратегических объектов. Но при всей масштабности, благодаря централизованной вертикали управления и четким правилам организации работы, это очень гибкая мобильная управляемая система. Наша бригада быстрого реагирования, группы радиационно-газиметрические, химико-токсикологические, биологические разведки, в течение двух часов оказываются там, где они нужны. А наши свободные мобильные медицинские отряды собираются в течение суток и выдвигаются к местам техногенных и природных катастроф, эпидемических вспышек. Они сопровождают специально военную операцию. Как мои коллеги уже сказали, они могут работать в любых условиях, автономно. Но при этом оказывают медицинскую помощь в любой степени сложности, включая высокотехнологичную. И это позволяет им не только спасать жизни, но и предотвращать им валидизацию наших бойцов, раненых, пораженных, больных. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Мы бережно храним и развиваем лучшие традиции Федерального медико-токсического агентства. Ту шкалу ценностей и необходимых нравственных качеств, без которых в РФМВА России работать невозможно. Это высокая гражданская ответственность, надежность. Это верность и преданность нашей Родине к профессиональному человеческому долгу, готовность к непрерывному развитию. Наша 100-тысячная армия чувствует себя частью одной единой мощной команды, вашей команды. Для каждого из нас огромная честь и гордость работать под вашим руководством. Мы благодарим вас за это доверие. Все задачи, стоящие перед Федеральным медико-токсическим агентством, будут эффективно решены. Спасибо вам огромное. Служим России. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас.